Здравствуйте, коллеги! Рядом со мной Екатерина Астахова, спикер нашей деловой сессии. Здравствуйте! Здравствуйте, Сергей! Давайте немножко о сессии, которая закончилась буквально вот-вот. Да, у нас была сессия по категорийному менеджменту. Она была достаточно жаркой, потому что были крупные сети, маленькие сети. И мы обсуждали, каким же образом донести свою продукцию, категорию покупателю, тем более в наше турбулентное время. Я так понимаю, мнения немного разделились, а может быть даже много? Да, слегка-слегка разошлись, но тем не менее это было даже так неплохо. Взбодрили зал, но в итоге нашли консенсус. Ну, как говорят в споре, рождается истина, и, наверное, какие-то интересные тезисы из этой сессии вы можете нам вот сейчас оповедать. Конечно, да. Мы говорили о том, что очень важно, чтобы категорийный менеджмент был на линии фронта у покупателя. То есть сам участвовал в продажах где-то конкретно, но в то же время его важно контролировать, чтобы он не допускал каких-то таких фродов, которые могут быть в категорийном менеджменте. Расскажите, как перестраивается, в принципе, рынок категорийного менеджмента? Вот сейчас какие-то появились новые тренды в развитии или, может быть, просто вы всегда были на гребне волны и, в принципе, продолжаете делать свое нелегкое дело? Да, конечно, мы перестраиваемся, потому что, в частности, в нашей категории, в нашей сети это рыба, она достаточно дорогостоящий продукт. Да, и на сегодняшний день мы, конечно, переструктурировались, то есть положили, разделали, скажем так, карельскую, например, российскую рыбу. Она более меньшего объема, например, но, тем не менее, разделали ее на филе, предложили покупателю, потому что она намного дешевле, чем там атлантическая семга. Но по вкусу точно такая же. И, конечно, покупатель это оценивает о том, что мы в том числе заботимся о его кошельке. По вкусу даже лучше. Да, по вкусу даже может быть и лучше. Хочется думать, наверное, что все у нас будет хорошо, и профессионалы работают на благо нас, покупателей, что все у нас будет хорошо. Наверное, какие-то напутственные слова от вас, всем участникам рынка. На что стоит обратить внимание? Ну, прежде всего, не паниковать, да, как это, паниковать будем по команде, а команды паниковать пока не было. Ну и, конечно, искать новые источники, новые источники, предложить покупателю доступную полку, более широкий ассортимент, чтобы он никак, никоим образом не сузился. Ну и там занимать новые ниши. Самое время занимать новые ниши. Спасибо большое за интересное общение. Спасибо, Сергей, спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok